что так не меняет их совместные эмоции эмоции радости какой-то некоторый азарт в каком-то смысле и мне конечно же командная работа дальше мы в принципе урологи и хирурги те кто трудится в стационарах да и не только успешность нашей работы она целиком и полностью определяется тем как эффективны мы нашей команде в плане образования конечно же это нужно повторять потому что все немножко устали от синих слайдов желтых букв хочется немножко эмоций в повседневной работе у тима поэтому возможность приехать куда-то увидеться с друзьями получить радость веселья совместного общения чувство азарта это бесценно и так доктор томас херман разработал специальный электрод для доступного эффективного выполнения нуклеации простаты с использованием биполярной энергии какая конструктивная особенность позволяет электроды эффективно производить его пока гуляцию и нуклеацию уникальный на самом деле образовательный проект спасибо компании карл шторц это действительно компания всегда поддерживала образование урологов поддерживала новым освоением навыков урологов да и сегодняшняя игра она действительно показала насколько врачи урологи интеллектуально развиты насколько они стремятся работ к работе в команде технологии которые на на сегодняшний день преподносит нам компания шторц мы о них знали и сто лет назад да то есть и сегодня мы говорим о том что это приумножается и безусловно эти технологии входят в наш обиход мы узнаем им и на сегодняшний день команды участников да мы показали как могут урологи сплоченно работать даже не знаю друг друга молчание ягня очень быстро 10 уроклуб тандарандаран таран хорошо коллеги состоялся долгожданный ура brain ring все прошло очень жарко продуктивно плодотворно с криками нечестно мы протестуем ночью была настоящая горячая борьба у образования есть одна слабая черта это то что образование в какой-то момент начинает наскучивать она становится скучно и чем больше драйва и адреналина в нем присутствует тем это более продуктивно и позволяет усвоиться большим объемом информации моё глубокое убеждение потому что мы должны обучать людей так как мы пытаемся обучать детей если мы видим что дети начинают зевать скучать и просто встают и уходят куда-то но мы понимаем что надо что то менять поэтому вот формат такой игровой и живой формы формы обучения он всегда был есть будет и останется одним из ведущих форматов но тут булиты в моде тут не пиральте там реваз реваз тут хоккей ночная лига сам трагедия в том что алим миха мухаммедовича из кнопки выпала батарейка и он всю всю неистово как-то обезьянка из эксперимента жал на кнопку жал а удовольствие не получал набор команды участников тоже это очень интересно то есть был да может быть я бы увеличил количество вопросов до шести традиционных которые там есть любые образовательные программы если слишком много серьезного демонстрировать то есть это всегда становится унылым мероприятием да и сложно сложно усидеть и отследить а это действительно она разно вносит разнообразие конечно обязательно это нужно продолжать а у нас четыре команды и каждый из капитанов команды выбрал свое название команды урокотов наверно нетрудно отгадать кто это это борец с трещинами на половом члене профессор уважаемый человек капитан команды урокотов следующий у нас капитан команды гаджи здесь он немного лучше чем в жизни выглядит и всегда про понятную урологию только говорит про непонятную пытается не разговаривать он говорит про понятную урологию непонятными словами ну ладно ура уикенд вот он наш капитан команды это 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 фотографии с 9 я очень хочу вашего стилиста заиметь один просто этот было до перемены пола насколько я помню александр сергеевич съездил в таиланд и вернулся таким брутальным гусаром после этого ну и уралаз понятно кто это это ли мухаммедович который мало говорит много делает у нас только правильный что про него даже шутку не самая черно-белая фигура в этом списке идеально у него даже руки стерильные мы проверяли и так ну что мы наверное начнем да мы начнем затравки начнем с простых вопросов и у нас начинается первый раунд первый раунд полуфинал и так господа у вас есть на столах кнопки после того как будет задан вопрос и начнется отчет времени и вы знаете ответ или когда вы его получите за столом вы можете сразу нажать на кнопку кто первым нажимает на кнопку тот отвечает на вопрос если правильно отвечает балл если неправильно вопрос переходит к следующей команде если они отвечают неправильно такое может случиться счет по нулям вопрос переходит зал поэтому зал активно участвует первый кто будет знать ответ на этот вопрос поднимает руку или встает, лучше так. Если вопрос не будет отгадан, и вы его отгадаете правильно, то капитан команды меняет одного из игрока на того, кто поднял руку и правильно ответил. Будет происходить так или иначе, будет происходить ротация. Ревазович забыл упоминать, маленькое правило еще, любой ответ, данный профессором Севряковым, считается правильным. Да. И поэтому ротация в команде будет происходить по часовой стрелке от капитана, чтобы никому не было обидно. То есть, кто сидит справа от капитана команды, тот в наилучшую ситуацию, он, скорее всего, до конца игры досидит. Ну, посмотрим. Итак. Давайте начинать, Ревазович. Я думаю, мы уже достаточно заинтриговали, раскачали атмосферу. Поэтому, да. Публика разогрета. Ревазович. Итак, первый вопрос. Раунд первый. Значит, мы будем... Давайте вопрос сразу. Сначала вопрос. Итак, доктор Томас Херман разработал специальный электрод для доступного эффективного выполнения инуклеации простаты с использованием биполярной энергии. Какая конструктивная особенность позволяет электроду эффективно производить и апокагуляцию, и инуклеацию? Я просто забыли сказать, что у нас есть. Минута пошла. Евгений Андреевич, у вас там есть кнопка, я вижу. Ну, о. Кто первым нажал? Я просто, да. Вы хотите ответить? Вы хорошо подумали? Так, там ничего не горит еще. Ну что, придется дать. Нет, ну, во-первых, наконец-то нам дали микрофон, чтобы ответить на эти издевательства, которые уже начались. Да, вот эта фотография, вот эти какие-то трещины. Еще раз, скажите, пожалуйста, по правилам игры, время-то когда запускается? Там идет время. Оно закончилось или не закончилось? Оно время, чтобы начать отвечать. Вы просто понимаете, я говорю, пока доктор Рева думает, как ответить на этот вопрос. Ищет в интернете. Мне Мазуренко звонит, извините. Раз, раз. Хорошо, отвечает доктор Рева. Нет, девушка нажала. Я Мазуренко звонит. Теперь вы понимаете, почему я не хотел давать возможность ответить команде Котова. Хорошо, второй вопрос. Мы нажимали пять раз. Нет, вы сейчас еще жалобную книгу потребуете. Вы отвечать будете, Сергей Владиславович? Да, мы будем. Есть ответ? Вот это утолщение на петельке, там, как это, кубик, шарик, квадратик, позволяет делать, являются конструктивной особенностью, которая выполняет электроды, эффективно проводить организацию. Верните микрофон, пожалуйста. У вас есть микрофон. Нет, верните, пожалуйста. Мне обязали это сделать, уже сейчас хозяева мероприятия. Давайте посмотрим правильный ответ. Реваз Ревазыч. Принято. Счет открыт. Не засчитываем? Хорошо. Да поскольку мы иногда имитируем и симулируем демократию, кто за то, чтобы засчитать ответ как правильный? Засчитано, засчитано. 1-0. Глаз народа, глаз божий. Ведет Уракотов. Команда Уракотов ведет. Итак, следующий вопрос. А? Следующий вопрос. Я сегодня недорого беру, Алексей Георгиевич. А Скотов много не дает никогда. Вы что, не знали? Веген Андреевич, следующий вопрос. Следующий вопрос. А Дмитрия Леведева из Санкт-Петербурга? Да, срочный ответ. Да, Памфюров сломал кнопку. Так, отвечает Александр Сергеевич. Точка G. Денис Петрович Халтов. Очень противоречивая личность. Ну ладно, давайте послушаем. Это устройство для калибровки. Для калибровки чего? Ваш ответ понятен. Да, поясните, пожалуйста, свой ответ. И зачем? Что? А, хорошо. Смотрим правильный ответ. Сегодня Котов в роли борца с системой выступает. Веген Андреевич, дайте им ответить, их версию. И тогда мы поставим правильный ответ. И тогда что вы? Если оба будут правы, то что вы будете присудить и пачку? Зал будет выбирать. Дайте право ответить правильно человеку. У вас нет минуты. Аппарат дистанционный элит от РИПСИ. Каждый божий день с помощью данного устройства тысячу роликов дробит камни. Как? Конечно. У них же досрочный был ответ. Нас отвечает доктор. Устройство аппарата ДЛТ. На данном слайде это шарик для калибровки, для сопоставления наведения под С дугой, куда будет направлен импульс от дроби... Отдробление, да. Реваз Ревазыч, ответ принят. Это правильный ответ. И мы считаем, что первый стол досрочно ответил тоже правильно. Один-один. Чудесно. Продолжаем. Не то, 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 извините. Я же вам запрещал это делать. Так. А как это? А, вот. Ага. Все. А, вот. Друзья, ну здесь вы имеете возможность прочитать вопрос самостоятельно. У каждого из нас очень богатый внутренний мир. И периодически каждый из нас чем-то себя ощущает. каким-то предметом домашнего обихода. Знаю, что Памферов долго считал, что он миксер. Ну и тому подобное. Но... Минута. Минута пошла. Минута пошла. А труд этого выдающегося уролога поможет вам избавиться от этого ощущения. И не ассоциировать себя с этим предметом домашнего обихода. У нас остается 5 секунд. У нас ни одна кнопка еще не загорелась. А, вот. Опять-таки, сейчас еще Котов еще 50 секунд будет здороваться, прощаться, обдумывать ответ. У меня, извините, но я просто чувствую какое-то национальное издевательство. Нет? От грузины и армянина одного. Что такое творится? А сейчас еще дагестанец выходит от нас начнет воспитывать. Ладно. Слава Богу, у нас тоже есть в кармане. У нас есть в команде армяне. И он ответит. Давид, пожалуйста. Так, значит, мы предполагаем, что на кухне у нас есть раковина, а в раковине может быть измельчитель. Он же марцелятор. И он может нам помогать. И труд этого великого уролога... Называется, как мы используем марцелятор в условиях кухни. Микрофон переходит в зал. Чтобы... А, и вы хотите тоже дать ответ? Пожалуйста. Алексей Георгиевич, прошу вас. Ни фига, ни фига. Это говорит о том, что они не читают книжки. У нас есть профессор Григорьев, который сделал книжку не для чайников. И это правильный ответ. Алексей Георгиевич, занимайте место в команде. И это не похоже на марцелятор, согласитесь? Сергей Сальсович. Хотя Ревазович настолько суров, что он однажды в марцеляторе попытался заварить чай, но потом мы долго эту историю всю расхлебывали, в буквальном смысле этого стола. Капитана команд, вы согласны Алексея Георгиевича взять к себе? Седьмым? А, нет, это как в той комедии. Но ты уйдешь, да? Давайте продолжаем. Алексей Георгиевич будет на правах эксперта из зала отвечать на все неотвеченные вопросы. Мы вам подарим самую тяжелую книжку. Ревазович, мы продолжаем. Продолжаем. Итак, а вот мы теперь перейдем к вопросу вот такому. От Николая Григорьева, нашего любимого профессора. От профессора Григорьева. Автора труда. Есть, есть ответ. А на кнопку нажали? Я боюсь что-либо говорить, но поэтому... Наконец-то счастливая цифра. 69 у нас сработала. Сережа Григорьева поднял руку досрочно. Кнопка сработала. Вы не уходите далеко от нашего стола. Давай, Сереженька, жги. Цукеркант для фасе. Жеш. Жеш. И это правильный ответ. Доброе. Доброе. Друзья мои, и вы тоже будете это знать. Спасибо. Итак, команда Уракотов ведет со счетом 2-1. Мы напоминаем, что наша игра идет до трех в полуфинале. Осталось одно очко до выигрыша. А кому-то и два. Реваз Ревазович. Сейчас вопрос. Вопрос приходит онлайн, что называется. Сергей Владиславович, вы любите искусство? Какие шедевры вы любите больше всего? Кто нажал на кнопку? Думаем, Эншпиль. Эншпиль? Это неправильный ответ. Зал, зал, зал. Нет, подожди, зал еще. Нет, ну, руки поднимайте, если у кого-то есть ответ. Подожди, еще зал, Реваз Ревазович. Конечно, видите, я пытаюсь осадить этого хама. Все из глубокого уважения к вам и вашей команде. Сергей Владиславович. Вы листец. А вы еще там мне прореву и ретроперитоненоскопию будете рассказывать. Смешно. Никакого и преждевременного ответа не допускается. Поэтому на последней секунде команда профессора Котова. Ну что, у нас наконец настал момент, когда единственная девушка в нашей команде готова дать ответ. Милана, город Сочи, Лазарский район, больница номер один, дает ответ. Пожалуйста. Даже если это неправильный ответ, это уже реклама. Браво. Ответ без соперника. Я сожалею, друзья. Ну, у нас 3-1 счет. У нас 3-1 счет. Да. И это... И мы поздравляем команду. Яркая, убедительная победа команды Котова, который до сих пор считает, что все играют против него. И не только в брейн-ринге. Нам, да, нам тяжело расставаться с вами, друзья. Обе команды встают из-за стола, обе команды. Но вы состав свой запомните только, чтобы потом в таком же воссоединиться? Ну, мощная-мощная команда, я согласен. И мы вызываем капитанов команды. Следующий раунд, следующий полуфинал. 3 плюс 2. И первый вопрос у нас... О! Господи! Ну, зачитывайте, Веген Андреевич. Нет, я не могу такое читать. Я очки не взял. У меня то ли дальнозорность, то ли... Вопрос, как вы поняли, уже от спонсоров. Талантливый мальчик из трущоб. Я помню этот вопрос. Я первый абзац, можно, опущу. Именно он разработал оптическую систему с малой величиной сферических... Все, есть ответ. Я так и знал. И это Нариман Казаханович сам ему никто не подсказывал. Если... Значит, ну, во-первых, всем привет. Отвечает... Отвечает Никита. Это система Хопкинс. И это правильный ответ. Молчание и ягняк. Очень быстро. 1-0. Урок-луп. Тан-да-ран-да-ран-та-ран. Хорошо. Не, я думал сейчас Нариман Казаханович. Историю клиники там, все. Так, вопрос номер 2. И это вопрос... Ладно. От моей супруги. Ученые Лондонского университета провели уникальный эксперимент. Они выставили в закрытом помещении различные картины. Определили победителей путем голосования. Ваза с цветами, поля Гогена, подсолнухи Винсен Ван Гога. Кто был в жюри? Ну, раз цветы, может быть, какие-то опыляющие насекомые, пчелы. Это абсолютно правильный ответ. 2-0. Так, Али Мухаммедович, вы команду свою напрягите немножко. Али Мухаммедович, я рекомендую вам покинуть зал. Третий ранг мы будем... Ну, пощадите, да. Как нам... Вообще, да, все религии мира нас приучают к милосердию. Поэтому хоть здесь 5 секунд подождите, прежде чем нажимать на кнопку, ладно? Следующий вопрос. По поводу чего? По поводу чего? А, очень честно. Ну, как вы просили нас, так мы и делаем. Реваз, Реваз, следующий вопрос. Следующий вопрос. А Котов камнеборец, вы считаете? Пошел отчет. А, ну, та команда... А, хорошо. Вот я же говорил вам. Итак, что сатирик Эмиль Кроткий? Так. Все-таки. У кого есть ответ? На кнопку нажимайте. Отвечает Али Мухаммедович. Подождите, отвечает. Дольше жить, не умирать рано. Хорошо. И это неправильный ответ. Команда. Значит, тогда, да, 30 секунд спокойного, как ты любишь, Али Мухаммедович, размеренного интеллектуального процесса. Значит, для того, чтобы быть впереди классиков, мое ударение можно считать подсказкой. Нет, да, конечно, у вас всегда много ответов в рукаве. Ну, мне, да, нас уже заподозрили во Фроди. Нет, конечно, это товарно-денежные отношения. Есть все-таки? У нас есть ответ. Ну, мы предположим, может быть, вставать раньше? Это неправильный ответ. Реваз Ревазович, давайте слайд с ответом. У нас есть ответ в зале. А, в зале, извините. У нас есть зал. Пожалуйста, да. Я пойду на этот шаг ради вас. Хорошо. Давайте все-таки. Все правильно. Все правильно. И это в правильный ответ. Итак, счет остается 2-0. И у Али Мухаммедовича появляется шанс. Реваз Ревазович. Да, сейчас, секундочку. Реваз Ревазович все еще набирает команды, да. Или пытается заснуть, никто не знает. Так, поехали. Вопрос от профессора Когана, нашего любимого Михаила Иосифовича. Как всегда, поэтичен, его лучше прочитать, я могу его зачитать. Итак, у меня есть подозрение, что Михаил Иосифович написал его сам. Ну, в общем, звучит это так. Труба удачи не блистала, ей не хватало высоты. Так, у нас есть ответ. Можем предположить, что диагноз – это стриктура уретры. Мастер – это хирург, тело – это полочия. В таком случае, я думаю, что мы выслушаем обе команды, потому что ответ… Ладно, давайте. По всей видимости, речь идет о рактильной дисфункции, фаллопротезировании. Да, и… Значит, оба ответа и правильные, и неправильные. Зал. Давайте в зал. Есть у кого-то более точный ответ. И Сергей Владиславович очень правильно встал, потому что, возможно, вы прольете свет, как истинный эксперт. Мне так и не дали дочитать стих, ну ладно, все. Я не в обиде. Реваз Ревазыч, давайте так. Я предлагаю, мы покажем правильный ответ. И потом определимся, пускай зал определит, чей ответ был… Ну, у меня есть свое мнение, чей ответ был более близок к правильному. Итак, ответ Михаила Йосифовича. Ой, не то, пардон. Реваз Ревазыч, что-то вы лагаете сегодня нон-стоп. Да, это не я, это компьютер. Так, пожалуйста, замените Реваз Ревазыча нам. Идите, заменяйте. Замените кнопку микрофона Реваз Ревазыча. Срочно. Техническая служба, сюда. Вот этот, все. Так, диагноз рецидивная гипосподия. Но на самом деле команда Али Мухаммедовича была очень близка. И я предлагаю выставить этот вопрос на голосование. Кто за то, чтобы засчитать очко? Однозначно я считаю, что… А кто против, кстати? Ну, ну, давайте, покажите себя. Покажите себя. Так, переходим. Так, у нас сегодня обостряется интрига. Какой счет? Два-один. В пользу Али Мухаммедовича. Ну, я знаю, да. Так. Реваз Ревазыч. Итак, следующий вопрос. Перестайте дальше. Следующий вопрос. Так, только не надо с ответов начинать. Хорошо, как в прошлый раз? Со словами «Ой, не то, опять черт, мышка». Ну, а что же делать, тут вот такое вот это шлем вставляем. Вы давно хотели сказать. О, господи. Александр Свободин. Был такой Свободин. Кстати, его девичья фамилия, ну, в девичестве это его псевдоним. Либерте. Назвал это мачехой гонорара. Время пошло. Есть ответ? В зале, если есть варианты, поднимайте руки. Окей. Ну, у профессора Ревы всегда есть вариант. Я вас вижу. Один запасной. Так, у нас остается 15 секунд. При этом команда Наринмана Казихановича спокойно израсходует все время. Время вышло. Есть ответ? Давайте. Мы решили поиграть в игру слов. Мачехой гонорара является гонорея. Очень смешно, но неправильно. Пожалуйста. Кто уже отвечал, давайте дадим возможность другим. Все правильно. Все. Уже ответ прозвучал. Если краткость сестра таланта, то родственная аналогия нам подсказывает, что мачеха должна быть связана. Чем короче мы пишем, платят за буквенно печатные единицы, печатные знаки. Поэтому это мачеха и гонорара. Все вполне логично. Итак, счет остается 2-1. 2-1. Менять в командах или в системе, или где вы хотели еще. Минута пошла. Минута пошла. Снимите вопрос, пожалуйста. Снимаем вопрос. Снимаем вопрос. Из-за крайне недисциплинированной публики в зале кто-то лишился возможности. Ну, это будет... Ну, кто-то крикнул из зала, ну, кому-то захотелось показать свой интеллект. Давайте дальше. Да, пожалуйста. Вопрос от спонсора. Сергей Владиславович, выводите из зала. Вот там жгучая брюнетка. По-моему, в пятом. Минимально требуемая толщина петлевого электрода для эффективной турмочевого пузыря N-блок. Кнопки на столе. Мне тут подскажут, что нажали соседи. Соседи обычно заливают, но тут они решили поднажать. Конечно же, это ваш профиль. Вы точно хотите отвечать? Нет, я бы про размер волокна сказал точно, но здесь я предположу, что 1 мм. 1 мм я предположу. Это абсолютно неправильный, да, ответ, Реваз Ревазыч? Абсолютно неправильный. Команда Ура-Клуб. Мы готовы принять ответ. Включай, Денис. Я предполагаю, что у тонкой петли для N-блок примерно толщина 0,2 мм. Ваш ответ принимается, Реваз Ревазыч. Я думаю, что мы можем добавить интриги в эту игру и не засчитать ответ. Да, можем не засчитывать. 0,3. А, ну хорошо. Кто за то, чтобы засчитать? Тогда у нас... А кто против? Кто? Ну тут поровну, поровну, поровну. Время есть? Хорошо, извините, Нариманка. Время у нас есть. Ладно, давайте еще. Да, ну вы были очень близки. Что хотел сказать хирург, расположив инструменты именно так? Есть варианты ответов. Да, срочный. Ну, то, что он закончил операцию. Ну, или мы не помним. Реваз Ревазыч, правильный ответ. Все абсолютно верно. Справедливость восторжествовала. Итак, мы переходим к финальной части игры. Вы сидите, да. И вызывается команда Уракотов. На все, да. Несмотря на все свои чаяния и нежелания сходиться в честном поединке столь же сильным и достойным соперником, как Нариман Казиханович, вам это придется сделать сегодня, Сергей Владиславович. Да. Да, я знаю. Не, ну судя по тому, как профессор сегодня двигал шею, я думаю, что нет. Хорошо. Так, давайте не кнопку. Итак, мы перешли к финальной части. Можно ухо держать. Мы перешли к финальной части. Я не знаю, я слышу какие-то голоса в голове. Я сейчас сойду с ума. Хорошо. Так, значит, команде Котова плюс одно очко изначально. Шутка. Давайте, Реваз Ревазыч. Сейчас, сейчас, да. Нам пора заканчивать, поэтому давай, Реваз. Итак, мы начинаем финал с вопроса от организатора. Вопрос. Критерии мини-перка. Один, два, три, четыре. Есть ответ. Ну что ж такое-то? Как-то вы быстро. Снимаем вопрос. Ну правда. Хорошо, давайте. Что упущено, кроме этих четырех? Хорошо, критерии мини-инвазивной перкутанной нефролитотрепсии. Оптимальная или клиническая? Нам надо, что не хватает, да? Или что лишнее? Я не пойму просто. Что упущено, это значит, что не хватает. Не тяните время, пожалуйста. Да, у нас есть оптимальный размер нефроскопа. Отлично. У нас есть одношаговая дилатация. Отлично. Я сейчас дисквалифицирую вашу команду. Вернули. Возможность завершить операцию без нефростомии. И у нас должна быть, ну, наверное, какая-то энергия. Передайте микрофон. Stone free. Stone free. Все. Услышал? Все? Хорошо. Риман Казиханович. Fatality. Не хватает самого метода фрагментации. То есть нужен лазер какой-то или пневматика. Реваз Ревазович, я вообще не помню этот вопрос. Вы не помните этот вопрос. Может, мы в зал его зададим? Ну-ка, господин Веронов, поднимай руку. Дайте ему сказать. Размер камня. Так. Невравильно. Дальше. Пункция. Тубус. Оперирующий уролог. Что еще? Каштан. Что еще? Вес по 12. Да, 18. Что? Отсутствие кровотечения. Реваз Ревазович, неужели не было ни одного правильного ответа? Ни одного правильного ответа. Продолжаем дальше. Пациента не хватает. В чем преимущество этого метода? Я думаю, Реваз Ревазович, что никто правильно не ответил. Есть рука. Есть рука в зале. Встаньте. Кто руку поднял? Что? Мультидоступ. Ну, в общем, на этот вопрос ответа нет. И вот ответ. Это одно из преимуществ МИПа. Хорошо. Следующий вопрос, Реваз Ревазович. Следующий вопрос от господина Лебедева. И он записал его сам. Поэтому, внимание на экран. Он будет задавать этот вопрос сам. Нам только нужно, чтобы был звук. Итак. Это весь вопрос. Запускайте. А постарайтесь ответить на него правильно. Это был весь вопрос, да. На здоровье. Да, да, да. Эй. Глубоко, уважаемые коллеги. В Ленинском зале, публичной библиотеки в Санкт-Петербурге находится труд Петра Николаевича Савенко. Очерки о главнейших происшествиях. Сейчас, подождите. Сейчас Реваз Ревазович еще. Вопрос записан автором. Это же одноразовый рирх. Пусен, Пусен. Глубоко, уважаемые коллеги. Ответьте, пожалуйста. Очерк о каких происшествиях был издан в 1840 году в Санкт-Петербурге Петром Николаевичем Савенко. Мне показалось ли у доктора одышка? О каких происшествиях идет речь? О каких все есть, ну, вон, там. Я надеюсь, вы дадите сокрушительный ответ. Да, но мы так предполагали. Там был какой-то стул для литотомической позиции, какой-то инструмент, похожий для цистолитотрепсии. Поэтому, возможно, очерки об осложнениях цистолитотрепсии, или они это называли литотомией. Это неправильный ответ. Я предполагаю, что это связано с копцами и с оскоплением. С чем еще раз? Поздравляем с неправильным ответом. Оскопление. В зал? Есть варианты ответов? Пожалуйста. Ятерогенные осложнения, Левас Ильвазович. Нет. И народные тела. О каких событиях, ребят, в самом вопросе всегда есть чуть-чуть ответа? А если еще прислушиваться к тому, что я до этого сказал, то можно и угадать. О каких происшествиях идет речь? Очерк. Какие происшествия? Пожалуйста. Транспортные. Ревас Ильвазович, давайте. Все, даем возможность автору ответить самому. Выбиваемся из графика. Видео включите. Ответ. Правильный ответ. Очерк о главнейших камнекрушительных происшествиях был издан в 1840 году Петром Николаевичем Саренко. Если бы вы сказали хотя бы камни дробления, дробления камней, это ответ был бы принят. Голосуем. Что? Правильно ответила команда Котова. Хорошо. За логику вам воздастся вдвойне. Продолжаем игру. Продолжаем игру. Итак, вопрос от анонима. Подождите, а какой счет сейчас? 1-0. 1-0. Хорошо. Да, есть ответ. Вы знаете, у нас есть крайне авторитетный, нами всеми любимый академик, чьи брюки, конечно, всегда нас поражают. Дмитрий Юрьевич Пушкарь. Вы не хотите? И это правильный ответ. Играем дальше. А, да, ну, конечно. Ну, хорошо. В следующий раз вы отвечаете сразу. Вы кнопку... Конечно. Но это... Прошлое было за логику, это за смелость. Понятно. Кнопку вы подвиньте так, чтобы я ее видел, пожалуйста. Так. Внимание, вопрос. Играем дальше. Выводим. Если бы этот выдающийся уролог сократил свою диссертацию в два раза... Кнопку мне не загораживайте, потом, чтобы не жаловаться. ...то, возможно, он получил бы Нобелевскую премию, как Джон Нэш. Джон Нэш был математиком, так на всякий случай. Минута, минута пошла. Да давно уже идет. А на кнопку никто не нажимает. Я несколько даже удивлен. Я ожидал гораздо более бурной реакции. Когда игра перейдет в зал, а все идет к тому, у вас будет такая возможность, Гагик Мерсесович. Пятнадцать, четырнадцать, тринадцать. Джон Нэш тут размышляет. Джон Нэш, помните, кто такой Джон Нэш? Кто такой Джон Нэш? Математик. Он получил, и при этом по теории, теории игр, это называется равновесие Нэша, за что это была его диссертация, которая занимала тридцать страниц. Его, его... ... ... ... Алексей Георгиевич Мартов. Все правильно. И это правильный ответ. Шестьдесят страниц. Один-один. Два-один. Хорошо. Он просто очень сильный. Вот этот выводим. Друзья, перед вами... Вопрос от профессора Григорьева. Перед вами на портрете, пока время не запускайте, он достаточно сложный. Это некая женщина, изображенная на портрете Густава Климта. Ее зовут Амалия. Да, как у нее фамилия. Впоследствии она вышла замуж за известного уролога, взяла его фамилию. Она в урологических кругах очень известна. Мы считаем, что это была Амалия Шторц. Думайте дальше. Спокойно. Она приняла иудаизм, вышла замуж за этого известного уролога и стала жертвой Холокоста впоследствии. Пожалуйста. Команда урокотов. Вы нажали на кнопку, значит, у вас должен быть ответ. Прошу ответить прямо сейчас. А это сложно. Хорошо. Значит, женщина, у которой была другая фамилия, но она вышла и по мужу стала носить эту фамилию, которая очень известна в урологических кругах. Да, пожалуйста. Наверное, второй вариант Амалия Вольф. Зал, думайте дальше. Значит, я немножко подскажу. Нет, вопрос, ладно. Поскольку ни одна команда не ответила, даю... Ну, пожалуйста, есть здесь... Еще раз. Амалия Цукеркандель. Все правильно. Амалия Цукеркандель. Абсолютно верный ответ. И мы все знаем Ото Цукеркандель. Она жена не Эмиля, который описал, занимайтесь ретропеританиоскопией. Они были два брата, анатом и уролог. Ото и Эмиль Цукеркандель. Абсолютно. Занимайтесь урологией вместо того, чтобы заниматься ретропеританиоскопией. Итак, следующий вопрос. У нас счет какой, Веген Андреевич? 0-0. Отлично. У Дмитрия Менделеева в кармане обнаружили записку. ММН. Что они означали? Э можно, Мэ нельзя. Ну, есть ответ, но вы потом им поделитесь. Кстати, вопрос про шахматистов и вопрос по краткости, которая мачеха гонорара. Профессор Калантарев. Профессор Калантарев, это единственный уролог, который выступал в клубе «Что, где, когда» в качестве знатока. За всю историю. Об этом нужно упомянуть. Минута неумолимо заканчивается. Я не думал, я тоже думал, что здесь все будет очень гораздо более прогрессивно. Ты бы вопросы получше придумывал, а ответы нельзя. Пока нет. Молодец ты мой какой. Так, кто, кто? Одинопрост. Этому можно, мне нельзя. Неправильный ответ. Думайте дальше. Пять секунд. Уракотов. Один из членов нашей команды, между прочим, недавно получил диплом доктора медицинских наук. Давайте его с этим поздравим, Сережу Реву. И он сейчас будет отвечать, соответственно. На самом деле, это не моя версия, Сергей Лиславович, это ваше. Этил можно, метил нельзя. Судя по здоровому румянцу на вашем лице, я знал и верил, что вы ответите правильно. Этиловый можно, метиловый нельзя. У нас финал до пяти очков, Реваз Ревазович? Нет, нет, до трех. До трех, хорошо. А какой счет у нас? 2-1, да? 3-1. Ну мы можем и до пяти довести. Давайте до пяти. Тем более, что было такое предложение. Нет, 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 я просто к чему? Нет, нет, я хотел, Реваз, можно предложение? Когда отвечает команда Котова, на 30 секунде к ним подходить, потому что 30 секунд Котова все равно еще будет думать, пока будет отвечать на вопрос. Друзья, играем до пяти очков или останавливаемся на этом? Реваз Ревазович, продолжайте. Продолжаем. Окей. Уже начались. Это тоже вопрос от профессора Калантарева. В Новой Зеландии. В общем, смущает, наверное, слово вибрирующее. В Англии спящее. Одновременно вибрирует и спит, похоже на шишки, а кто-то сравнивает это с волнами, но вот кое-кто видит в них подушки. И причем во Франции они берлинские почему-то. Да, конечно. Ну, шутка. Немедицинская. Или медицинская, по-моему. Медицинская или немедицинская? Мы не помним. Ну, смотря как на это смотреть. Да. Если проходишь мимо, то, наверное, медицинская. А если едешь на машине, то совсем немедицинская. Да, кстати, я бы сказал, что это кое-что даже урологическое. Урологическое. Пожалуйста. Рассуждали по-разному, искали медицинские варианты. Наверное, все-таки остановимся на липоме. О, отлично. Вибрирующая липома. Вот она. Значит, спящая, вибрирующая берлинская липома. Очень сложный диагноз. Господин Панферов, идите к своему стилисту. Не надо руки поднимать тут. Нет, а в отличие от вас, они думают в отведенное время. Все, пожалуйста, ответ. Ну, лимфоузлы. Ну, ответ... Верного ответа нет, поэтому... Есть зала, давайте спросим. Пожалуйста. Да, все правильно. Это верный ответ. Следующий. Мы, так как у нас... Веген Андреевич, у нас на самом деле осталось до следующей сессии всего 7 минут. Поэтому мы сейчас зададим еще пару вопросов. А, 10 осталось. 10. У нас тут подгоняют. Нет, у нас 14 минут, как мне сказал профессор Сорокин. 14 минут, Реваз Ревазович, играем. Да. Ладно, поехали. И если там есть еще проэтиловый, метиловый... Отгадайте Ребус. Все. Фамилия какого известного доктора в этом Ребусе? Кто нажал на кнопку? Да. Ну, это КВНщик, это Киркоров. Киркоров болгарин. Вы сейчас симулируете Котова? Подожди, подожди. Бакулев. Все правильно. Это верный ответ. Бакулев. 3-2? Да. Интрига назаревает. Да. That's an interesting turn of event. Так, сейчас мне же надо еще найти... Все правильно. ...какой-нибудь хорошенький вопрос. Легенький, я думаю, надо задать. Правильно, Виктор Андреевич, как вы думаете? Не, не, нормально. Ну, давайте уже отстреляем. Нормально. У нас сейчас вопрос закончится просто. Ну и ничего. Выиграет все равно. Чуть не сказал. Так, ну ладно, давайте простые вопросы. По ним пройдемся. Выиграет Кото-клуб. Давайте, читайте тогда, Реваз Ревазыч, у вас на экране. Ну, в общем, вот такой вопрос. Так, есть... О каком инструменте идет речь? После того, как Томас Эдисон изобрел лампу накаливания... Я предположу, что в Шатуре волоконный лазер. Это неправильно, и, к счастью, наверное, в другой команде... Что? Да, 30 секунд. Да, время у вас есть. 30 секунд. Точно, это цистоскоп. Он же не... Нет, там... Эдисон, лампа, пум-пум-пум, таду-сюду. Ну, чего вы? Нет, кто изобретатель? Немецкий. Эпохальный инструмент. Эпохальный. Нет, цистоскоп. Все правильно. И это правильный ответ. Так. Три-три. Та-да-ран-да-ран-да-ран. Ну что, музыкальная пауза? Сорокин поет или не поет сегодня? Так, Реваз Ревазыч, мы даем вам время для того, чтобы найти вопрос, подходящий всей сложности сложившейся ситуации. Ну да, тут, наверное, уже вопрос будет на скорость в большей степени, чем на скорости реакции, я имею в виду. Так что, держите руки над кнопками, господа. Итак, вопрос. Ну... Я первый был там. Тогда сразу ответ, а я уберу вопрос. Окей? Очень быстро, очень быстро. Пожалуйста. Нет ответа? Нет ответа. Цистоскопия? Неправильный ответ. Спокойно. Али Мухаммедович думает, почему я не там? Черт побери! Что же случилось с нами в первом раунде? В полуфинале. Они просто по пенальти не прошли. Ну, тут булиты в моде, тут не пенальти. Там Реваз Ревазыч. Тут хоккей, ночная лига. Трагедия в том, что у Алима Мухаммедовича из кнопки выпала батарейка. И он всю, всю неистово как-то обезьянка из эксперимента жал на кнопку, жал, а удовольствия не получал. У нас есть два варианта. Выберите один из них, пожалуйста, Нариман Казиханович. Один – это фотодинамическая диагностика. Второй. И это правильный ответ. И Уроклуб выигрывает в этой схватке. Нет, да, еще один. До пяти очков. Держите над кнопкой. Пожалуйста. Глеалист – Б. Реваз Ревазыч, ваша синильная рассеянность чуть не сыграла злую шутку с командой Урокотов. Нет, давайте следующий вопрос. Старикам у нас почет. Да. И учет. Так, это следующий вопрос. Давайте. Ну все, давайте, держите руки над кнопкой. Последний шанс. Так, кто был? Да? Давайте. Сейчас, дочитаем. Нет, нет, нет. Давай. Так, нет ответа. Сейчас, подожди. Холодная света. А, нет, нет. Ну реально, нет, нет. Нет, нет, нет. Отвечайте. Да, Реваз Ревазыч, я предлагаю не засчитывать, потому что не сразу ответили. А, да. Ну, дочитать надо было, я согласен. Ну, кнопку тоже надо было нажимать, когда дочитали. Давайте, последний вопрос, я думаю, я надеюсь. У нас... Какой? У нас больше нет вопросов. Нет вопросов? Нет. Вообще ни одного? Вообще ни одного. Нет, у меня есть один вопрос. Если они отгадают, конечно. Давайте. Но он от меня лично. Давайте. На кнопку нажимайте. Итак, господа, скажите, пожалуйста, что произошло в 1799 году? Ничего не произошло. Что произошло? Когда? Хорошо. Поход Суворова через Альпы. В каком году родился Пушкин? В 1799 году. Хорошо. Что произошло в 1812 году? Бородинская битва... И это неправильный ответ. У Пушкина была Бармитсва. Бармитсва была. Вы проиграли обе команды. Итак, я думаю, что с учетом того, что мы, конечно, тут пошутили, поиграли, но в итоге получается, что у нас счет равный. Правильно? Нет. 4-3. 4-3 в пользу... Команды Ура-Клуб. Правильно. Значит, мы засчитываем с учетом того, что начинается следующая сессия. И у нас нет уже, у нас исчерпались все вопросы. Мы считаем, что команда Ура-Клуб в этом Ура-Брейн-Ринге является победителем. И мы поздравляем вас. Нариман Казиханович. Прекрасная игра, прекрасная команда. Мы говорим спасибо всем капитанам. И мы ждем вас на следующих играх. Спасибо. 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 Спасибо.